Ребята, всем привет! Продолжается серия, посвященная городам России. И сегодня мы в городе, который входит в десятку крупнейших городов. И, наверное, один из самых красивейших, красивейших городов Российской Федерации. Какой? Узнаем после заставки. Поехали! Ну что, сегодня я в Ростове-на-Дону. Один из самых интереснейших городов России. К слову, первые поселения, и это факт, научно доказанный, были здесь в третьем тысячелетии до нашей эры. Ребята, третье тысячелетие. Но год основания города считается 1749, когда Елизавета издала указ об постройке Тимирницкого, Тимирницкой таможни. Ну и в Ростове, ребята, очень много разных вот таких вот интересных памятников. И не все знают в России, что такое Лев Бердон. А я теперь знаю, это левый берег Дона. Ну и как любой прибрежный и морской и речной город, Ростов-на-Дону начинается, наверное, с набережной. И левый берег Дона, правый берег Дона, это, наверное, визитная карточка города. Здесь очень красивая набережная. Здесь, как я уже сказал, много маленьких памятников, статуек и всего интересного. Ну и, конечно, сам Дон. Ребята, это нечто. Современный Ростов, это интересный город. Знаете, такой, наверное, микс культуры, потому что здесь смешение разных народов, разных культур. Но, конечно же, основные достопримечательности Ростова базируются вокруг произведения Шолохова. Да, вот сейчас покажу вам. Ну-ка, пишем в комментариях, из какого произведения. Это лодочка. Кто знает, хорошо. Кто не знает, ответ будет позже. Левый и правый берег соединены тремя мостами. Если сейчас мы идем по правому берегу, то налево можно увидеть новый стадион. И кучу всяких злачных мест. Недаром была песня «Левый берег Дона». Те, кто помнит, ставим лайки. Вообще, про людей сказал, что здесь интересные, жизнерадостные и с особым чувством юмора люди. Но особая каста – это водители Ростова. Ребята, они не признают правил. В лучшем случае не проедут на красный. Все остальное – это на усмотрение. Что еще сказать интересного про Ростов? Хотите покататься на больших круизных кораблях, речных? Welcome сюда. Здесь от центральной набережной регулярно отходят, ну как регулярно, в период навигации, конечно, отходят большие красивые пароходы. И даже не знаю, как они называются. Теплоходы. И, пожалуйста, по Дону гуляет. Еще одна песня «Казак молодой». А, кстати, казаки, в момент, когда переселились сюда, они же наладили бойкую торговлю с Турцией. И, собственно, до сих пор Ростов по праву считается экономической столицей Юга, торговым центром Юга. Не Краснодар, не. Ростов – столица региона. Так что все сюда. Я уже говорил, что Ростов – такой, наверное, интересный город в плане смешения культур. Но это еще и интересный город в плане смешения истории. Здесь вполне себе уживаются здания, которым больше 100, 200 и 300 лет. С современными постройками. Прикольно. Хотите что-то привезти из Ростова? Привозите. Вон, Семикаракорский фарфор. Ростов этим славится, говорят. И лучше подарка из Ростова просто не сыскать. Нашел еще один памятник Шолховским произведениям. В данном случае это Дед Щукарис. Произведение «Поднятая целина». Что с ним делают? Не знаю, но почему-то у него палец натерт. Значит, надо потереть. Приходите, трите. И будет вам счастье. Ребята, если вы приехали в Ростов, обязательно к посещению такая, с одной стороны, заброшка, с другой стороны, монументальный комплекс под названием «Парамоновские склады». Постройки конца 19 века, которые не только интересно построены и вписаны в природный ландшафт, но и в которых использовано на тот момент передовое, техническое, наверное, да? Передавая техническая мысль. Представляете, здесь поддержание температуры внутри складов было организовано с помощью родников. Сейчас передную камеру покажу. Это, конечно, шедеврально. До сих пор бьют родники. Кристально чистая вода. Без преувеличения можно сказать, что, наверное, любой ростовчанин в детстве купался в одном из этих складов. А многие даже пили эту воду, потому что она реально кристально чистая и пригодна для питья. В таком ракурсе похоже на какой-то лесной водопад. Наверное, надо немножко рассказать про то, чьи это склады. «Парамонов» был, ну, таких, наверное, купцом того времени. И когда приехал в Ростов, первым же делом купил вальцовую мельницу. И практически сразу стал закупать высококачественное сырье, высококачественное зерно. Далее он молол муку и продавал ее за огромные деньги в Москву. Поэтому за совершенно короткое время смог сколотить баснословное состояние. Был одним из богатейших людей Российской империи. Ну, так, сейчас-ка заглянем в одну. К сожалению, моя комплекция не позволяет мне пройти. Но вот там, прямо из-под земли, бьет ключ. Вот он, с другой стороны. Но не только работники, не только Парамонов сделал эти склады исторически интересными. Здесь в 20 веке работал небезызвестный Алексей Пешков или Пешков, которого мы сейчас знаем под именем Максим Горький. Вот так. Этот тяжелый труд он впоследствии вспоминал в своих рассказах. Ну и в Ростове есть, соответственно, даже памятник Максиму Горькому, который, к слову, установили на постаменте памятника Сталина. Вот такая интересная история. Ребята, Парамоновские склады обязательно к посещению. Хэштег обязательно к посещению. По Ростову можно просто погулять. Здесь обалденно красивая архитектура. И, как я уже сказал, она довольно неплохо уживается с современными зданиями. Ребята, такого я не встречал ни в одном городе. Но здесь есть знаменитый на весь мир, можно даже так сказать, Ростовский общественный туалет. Ходится вам по адресу переулок Газетный, 46. Вот здесь был. И вообще, история, как и всего Ростова. Да, привет. И интересная. Здание относится к 19-му году постройки, вот это голубое. И в самом начале 20-го года здесь было литературное кафе, такое, знаете, где поэты, начинающие и не начинающие, читали свои стихи. В период НЭПа, весь газетный переулок, была местная линия красных фонарей. И здесь было тоже весело. В период оккупации в этом здании немцы играли, ну, было что-то типа казино, играли в карты, азартные игры, приводили сюда девушек. Ну, а уже в апреле 45-го здесь открылся первый и единственный на тот момент общественный туалет Ростова. Ну, так, с недавних пор, ну, как с недавних пор, по-моему, с 2010-го года это заведение закрыто, сейчас идет в нем ремонт. И, возможно, почему бы нет, спустя 100 лет здесь опять будет какая-нибудь литературная гостиная или ночной клуб. Что, друзья, это был Ростов. Если выпуск понравился, пиши в комментарии. Не понравился, ну, попробуй написать туда же. Ставим лайки, дизлайки. Впереди много интересного. Пока. До скорых встреч.